На волне Ночное такси Ночное такси сегодня и всегда с Александром Руминым Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители. Это программа Ночное такси на YouTube. Я Александр Фрубин. Как и всегда, чуть менее получаса буду рассказывать вам о музыке шансона по-русски. Именно этой музыкой занимается телевизионный канал Ночное такси на YouTube вот уже в течение четырех лет. А что касается студии Ночное такси, то мы занимаемся этой музыкой уже 29 лет. В следующем году у нас юбилей. В октябре следующего года 30 лет исполняется нашей компанией. Итак, в Ночном такси сегодня все как всегда. Наши традиционные рубрики рассказывают о шансоне во времени. Во-первых, конечно же, это рубрика «Близкая ретро». Здесь произведение либо видео, которым более 10 лет. Затем наша традиционная рубрика «Лицом к лицу», так мы называем интервью. И в финале всегда свежий альбомный блок. А альбомного видео мы для вас снимаем много, не менее 15 полноформатных музыкальных фильмов в год. Поэтому в альбомном блоке всегда только самые-самые свежие песни. Начинаем. «Близкая ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкая ретро» сегодня с этим показываю вам записи Михаила Шелега. Я долгие годы дружен с этим музыкантом. Мы познакомились в 1993 году. Вот уже более 20 лет мы вместе. Я всегда с большим удовольствием, нескрываемым абсолютно, приглашаю его для участия в наших концертах и съемках. При этом в 2005 году на 50-летие Михаила мы сделали большой полноценный фильм, который, собственно, включал в себя самые-самые лучшие, естественно, к 2005 году его песни. Я сегодня с большим удовольствием показываю вам фрагмент именно этой работы. В следующем году мы планируем новые записи Михаила Шелега в нашей студии. Но об этом, естественно, сегодня я рассказывать не буду. Итак, это Михаил Шелег. Встречаем. Мы играли с тобой в любовь, мы потратили много слов. Мы с тобою, как два игрока, возводили дом из колодок карт. Но подул легкий ветерок, кто из нас не сдержал упрек. И рассыпался домик сам, разлетелись карты по сторонам. Карточный домик, призрачный домик, нашей с тобой любви. Карточный домик, призрачный домик, мы уберечь не смогли. Карточный домик, призрачный домик, рушатся стены и кровь. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Не собрать нам упавших карт, страсть прошла и прошел азарт. Нам с тобою понять пора, что любовь и не забава, и не игра. Если все же любовь игра, то скажи, кто кого обыграл. В этом кроется весь секрет, ведь любви победителей нет. Карточный домик, призрачный домик, нашей с тобой любви. Карточный домик, призрачный домик, мы уберечь не смогли. Карточный домик, призрачный домик, рушатся стены и кровь. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Наша любовь, это наша любовь, Словно карточный домик. Мы играли с тобою, любовь, Мы потратили много слов. Мы с тобою, как два игрока, Возводили дом из колод и карт. Карточный домик, призрачный домик, Нашей с тобою любви. Карточный домик, призрачный домик, Мы уберечь не смогли. Карточный домик, призрачный домик, Рушатся стены и кровь. Наша любовь, это наша любовь, Словно карточный домик. Наша любовь, это наша любовь, Словно карточный домик. Словно карточный домик, Карточный домик. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» сегодня показываю фрагмент интервью Михаила Шифутинского. Мы сделали эту запись на одной из программ «Формулы шансона». Кстати, Михаил Шифутинский был лидером в участии в этих программах. Я имею в виду в телеверсии «Формулы шансона». У нас существует три передачи с ним, записанные в разные годы. На самом деле, «Формулу шансона» мы снимали достаточно долго и практически без перерыва. Мы начали ее снимать в 1997 году. Затем сделали небольшой перерыв, вернулись к ней в начале 1999 года. И снимали по 2001 год включительно. Поэтому, естественно, эти программы доступны для вас. Весь архив этих программ находится на телеканале «Насмерт активный YouTube». А сегодня я с удовольствием покажу фрагмент одного из интервью с Михаилом. Поэтому такая преамбула. Не удивляйтесь, это все происходит в нашей служебной автомашине, в которой установлены телекамеры, мы двигаемся по городу. Ну, а если вам будет интересно, то, конечно, вы можете посмотреть эту программу полностью. Я вообще потрясен тем, что происходит в вашем городе. К сожалению, в Москве даже близко такого никто не слышит и не знает. Я очень рад, что есть в Санкт-Петербурге такой интерес к нашему жанру, который все время пытается задушить, но нас задушить не так просто. Ну, теперь-то это уже практически невозможно, потому что радио «Шансон» стала сетевой радиостанцией, и все больше и больше городов к нам присоединяется. Да, да. Вот, Михаил Захарович, ну давайте начнем, наверное, с традиционного вопроса. Для каждого из гостей «Формулы Шансона» какой машиной в данный момент обладаете, на чем передвигаетесь? Вот сейчас прямо? Нет, я имею в виду именно ваши личные, так сказать, авторы. Понятно, понятно. Значит, у нас несколько автомобилей в связи с тем, что, во-первых, я живу в двух странах, поэтому в Москве у меня есть «Ауди А8» и есть большой, ну, как называют здесь «Джип», на самом деле это SUV, спорт, такая, как типа «Джип», это «Тахо» в «Шевроле», очень большая машина. Да, да, да. Вот, кроме того, у меня есть еще и «Баргузин», в котором ездит коллектив. Это в Москве, да. Теперь, значит, в Лос-Анджелесе, хотя я бываю редко, но все равно у нас там, значит, «БМВ-кабриолет», на котором рассекает по Сан-Светбульвару моя супруга иногда. Кроме того, там тоже есть «Тахо» для хозяйства. Алло? За покупочками ездить в универмак? Да, да, даже не то, что в универмак, а как бы вот по хозяйству. Иногда доски нужны, иногда кровля и прочая шутка. Мы только что вылезли из, достроили дом из ремонта, из строительства. И третья машина – это спортивный «Форд Мустанг» красного цвета. Ай-яй-яй, завидую, завидую. Спасибо. Она все стоит, потому что это машина моего старшего сына, и он, значит, когда приезжает, на ней ездит. Вот, одна из моих мечт, так сказать, пока еще не сбывшихся «Мустанг». Вот почему-то у меня неровно дышу к этой машине. Особенно если поставить на нее суперчарджер. Да, да, да. Она примерно будет тогда сил 450 лошадиных. Тогда это будет здорово, да. Да. Ну что же, я думаю, что нам пришло время пока прерваться на следующую песенку. После чего продолжим нашу беседу. Без милых дам, без милых дам, без милых дам. Как день прожить не знаю сам, для милых дам, для милых дам, всегда я свежий по годам. И если надо, жизнь отдам за милых дам. А тем, кто без подруги пропадает, открою я сейчас один секрет, ведь некрасивых женщин не бывает. Бывают лишь мужчин, без милых дам, без милых дам, без милых дам. Не знаю сам, для милых дам, для милых дам, для милых дам, всегда я свежий по годам. И если надо, жизнь отдам за милых дам. Но как никто нуждаюсь я в совете, ведь мучаюсь я каждую весну. Мне нравятся все женщины на свете, а выбрать надо все-таки одну. За милых дам, за милых дам, мой первый простых тут и там. Без милых дам, без милых дам, как день прожить не знаю сам. Для милых дам, для милых дам, всегда я свежий по годам. И если надо, жизнь отдам за милых дам, за милых дам, за милых дам, за милых дам, мой первый простых тут и там. Без милых дам, без милых дам, как день прожить не знаю сам. Александр Промин на связи. Алло, Саша. На самом деле мы уже переехали на Васильевский остров, на Холдокорчем. И очень такой дружной, хорошей колонной во главе с автомашиной Главной управления инспекции безопасного движения, во главе с нашим главным судьей Борисом Гагарином, уже двигаемся в сторону нашего финиша. Я думаю, мы там будем достаточно скоро. В качестве призов у нас сегодня, как я уже сказал, за первое место будет альбом-сборник «Лучшие песни» Миша Ивановича Водинского. Естественно, журналы «Русский шансон», где огромная статья, интервью с Михаилом Шевченским. И плюс к этому еще Михаил Захарович сказал, что у него огромное количество открыток, хороших, таких красивых. У меня такая, кстати, тоже есть очень давняя. Надо бы, чтобы для меня тоже хватило, чтобы я пополнил свою коллекцию автографов Михаила Шевченского. Михаил Захарович, еще раз приветствую вас. Спасибо. У меня тут приходят сообщения на пейджер, вопросы в частности. Наша постоянная слушательница Елена интересуется, позвольте узнать ваш жизненный девиз и ваша любимая кухня. Вы гурман, Михаил Захарович. Спасибо огромное, Елена. Удачи вам, счастья, больших творческих успехов. Мой жизненный девиз. Может быть, его даже может присоединить к моим пристрастиям в еде. Я люблю все самое дорогое и самое лучшее. Вот так вот. Михаил, ну что же, давайте перейдем от ваших кулинарных и автомобильных пристрастий к творчеству. Поговорим о том, что готовится для нас, чтобы поразить, так сказать, всех слушателей, которые любят музыку в жанре, может быть, русский шансон и вообще ваше творчество. Насколько я знаю, сейчас уже готовится или практически уже почти подготовлен новый альбом, да? Да, сейчас уже готовится к выпуску новый альбом, который называется «Я родился в Москве». Я его, как бы, вот классифицирую так. Это шансон плюс эстрада. Ну, то есть, это не совсем тот шансон, который я пил много лет назад, но достаточно близкий к тому, что я все-таки продолжаю делать сегодня и делал тогда. Но, собственно, шансон как таковой, он же вырос из эстрады в свое время, да? На самом деле, да. Просто все зависит от тематики. Шансон – это и есть название, слово переводится как «песня». Песня, песня, да, конечно. Поэтому, да, это у меня песенный такой альбом. Он выходит, наверное, в начале мая или в конце апреля. Там все новые песни. Кроме того, я продолжаю работать над другим проектом, который называется «Мачо». Его, наверное, слышали уже по радио. Да, безусловно. Я, собственно, необычный. На самом деле, готовится еще одна песня, один клип, который будет называться «Адвокат», и будет сниматься клип на эту тему. Фабула такова. Да, я, значит, все-таки, мне предъявлено обвинение в неформате, основной, основным количеством московских радиостров. А, на самом деле. И приговор вынесен мне, значит, 25 лет строгого шансона. Вот так. Практически пожизненно. Но я в этом заключении чувствую себя достаточно комфортабельно, поэтому меня это не пугает. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». Уже в течение трех лет студия «Ночное такси» сотрудничает с талантливым автором-исполнителем из Минска Виталием Кочетковым. Это действительно очень интересный музыкант. Музыкант с очень широким творческим диапазоном. Музыкант, который может превратить в свою практически любую песню. Это, кстати, очень редкое качество. Обычно музыкант все равно невольно повторяет, если песни исполняет не впервые, то, что когда-то было в оригинале. Что касается талантливого Виталия Кочеткова, то это совершенно не так. Мы с удовольствием предоставили ему материал Аркадия Северного. Он сделал очень интересные версии на композиции Аркадия Северного в 70-х годах. Они стали такими очень кочетковскими песнями. При этом музыкант действительно не боится эксперимента. Вот сейчас, как раз в момент записи этой программы, мы готовим к изданию его очередной компакт-диск, который называется «Гитарные сезоны». Это интереснейшая работа, в которой и он, и приглашенные им прекрасные белорусские музыканты играют инструментальную музыку. Там вообще нет вокала. Он решился на такую работу тоже. Также сейчас мы готовим очень интересный альбом с участием Виталия Кочеткова. Этот альбом в самое ближайшее время, я думаю, не позднее конца января, появится на прилавках музыкальных магазинов по всей России. Виталий Кочетков поет стихи Сергея Есенина, поет их очень по-своему, очень личностно. И при этом его композиции, современные, записанные с нашими музыкантами, с нашей анонжировкой в студии «Нашнее такси», включены в прекрасный альбом Аркадия Северного. Настоящий архивный альбом образца 1977 года, в котором Северный исполняет стихи Сергея Есенина, придумав к ним свою музыку. Это интереснейшее издание, носит название «Есенинские чтения». Всего выйдут четыре тома. Первые два уже подготовлены к изданию, но, подчеркиваю, самым-самым первым будет тот том, в котором для вас поет замечательный автор и исполнитель из Минска, замечательный Виталий Кочетков. Ну а сегодня знаменитые генералы песчаных карьеров. Композиция, которая была исполнена в свое время в оригинале Аркадием Северным, но в очень интересной версии Виталия Кочеткова. Смотрим. Воспоминания 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 Продолжение следует...